Приветствую друзья! По просьбе подписчиков сегодня я сделаю для вас небольшой видео обзор двух объектов, которые находятся недалеко друг от друга. Первый объект это также и мой дом. Затем мы спустимся вниз по улице Опатова и посмотрим на дом, который находится по проспекту Металлургов 27. Итак, друзья, до декабря месяца прошлого года мы были уверены в том, что наш дом будут сносить, так как он был занесен в этот список. И даже в начале января 23 года, когда мои подписчики сообщили мне новость о том, что его все-таки будут восстанавливать, я сразу же проверил информацию в интернете и там он все еще находился в списках под демонтаж. Списки обновили чуть позже и пару месяцев назад я общался с бригадиром и он сказал, что по плану восстановления должны были закончить в конце мая, но также он сразу выделил то, что они не успевают в связи с большим объемом работ. Внутри дома ведется капитальный ремонт. Фасад будут делать в самом конце. И, конечно же, двор вокруг дома тоже будет красивый. В итоге дату изменили. Окончание восстановительных работ в четвертом квартале 2023 года. Это проспект Нахимова. На этом участке дороги уже заменили бордюры и скоро начнут укладывать новый асфальт. А теперь я прогуляюсь чуть ниже, по улице Апатова. Обратите внимание на то, что дороги, тротуары, газоны, дома – все в процессе восстановления. Те дома, которых все еще не касали строители, о них не забыли. Все делается в порядке очереди. Продолжение следует... Продолжение следует... Через дорогу с правой стороны двухэтажное здание. Это студенческая столовая. Это здание за все эти годы ни разу не приводилось в порядок, как и все остальное вокруг. Но за него уже взяли строители России. Продолжение следует... Продолжение следует... Влево наверх идет улица Казанцева, а угловое здание за забором и все, что будет по левую сторону до следующего перекрестка, это корпуса, относящиеся к ПГТУ. Они уже в процессе восстановления. Продолжение следует... Справа спортивный комплекс ПГТУ. Тоже был давно забытый, но он уже в процессе восстановления. Продолжение следует... Белое, уже восстановленное здание, это дом культуры Маркохим. Продолжение следует... Эта дорога ведет к морю. И на этом участке все еще лежат плиты. Чуть ниже дорогу уже сделали. А это наш второй объект, который меня попросили показать. Проспект Металургов 27. К сожалению, мне не удалось пройти во двор, так как там ведется стройка и проход туда закрыт. Но отсюда видно, что дом приводят в порядок. И завершить восстановительные работы обещают в третьем квартале 2023 года. Итак, друзья, здесь ведется восстановление не только зданий, но и всех улиц вокруг. Вы сами все видели. Всем мира и добра. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...